я как поняла вы репортер здешнего хода ну да не знаю и и волшебный запечатлитель волшебных мгновений вот это ближе потому что сказать что я репортер хода и что же уже не первый раз мы вас видим в этом месяце в этом месте что вам здесь нравится почему ходите в крестный ход что ищете ну я люблю красивые кадры то есть это одна из причин ну довольно существенно но не самое важное но это очень существенно для меня что здесь я снимаю великолепные кадры которые нигде больше не получишь это очень большая экзотика на мой взгляд то что здесь происходит этого больше нет нигде в мире чтобы такая огромная толпа шла на такое далекое расстояние и при этом все они молились и мне нравится еще такие кадры которые как будто из прошлого тут полно таких можно сделать кадры который ты просто немного подстаришь и вот там тебя пусть это двенадцатый тринадцатый век там то есть да у сейчас у всех разноцветные вот эти коврики может быть их не было двенадцатом веке у всех были платочки и наверное такое же выражение лица а только интерес такой вот съемный снимать или еще что то есть я и говорю что это очень существенно но это не главное главное с одной стороны я здесь об этом вот многие говорят кого мы спрашивали что душа истончается иногда ты чувствуешь свои грехи в этом году например перед исповедью я не исповедовался ой перед исповедью исповедовался перед причастием я не исповедовался здесь я действительно с очень большой степенью искренности просил святителя николая не каких-то там великих чудес а чтобы действительно разобраться уже наконец что такое грех и что такое мой грех ну вот кроме вот того что там лень давить то что я ничего не монтирую это же не потому что я великий занятой человек у меня плохой компьютер потому что мне просто лень хотя если вот победить эту лень потом что-то монтируешь и 500 миллионов тысяч раз все это пересматриваешь потом и это очень нравится даже любая с вами ну и вдобавок получаешь дивиденды какие-то в общем вот мне хотелось бы ну и конечно же кроме чудо покаяния я иду просто пережить какое-то чудо вот как было два предыдущие года когда я вернусь домой я абсолютно уверен что решатся какие-то мои проблемы например сейчас мой компьютер в ремонте новый да и ну и жизнь не очень устроена ну буквально в первую же неделю что-то изменится в лучшую сторону после того крестного хода что-то менялось после того крестного хода я не был уверен насчет виза итальянской у меня хорошо получилось ехать в италью я очень боялся что ничего не получится я первый раз уезжал с границы совершенно один вот и у меня сломался объектив а с одной стороны это было как бы неудача то что я приезжаю мне ломается объектив другой стороны у меня находятся деньги чтобы купить новый и если бы этот не сломался если бы его налазили слишком быстро я не купил новый и может быть и не раскоширялся бы она понятно вообще мне кажется такой ты улетный все бегаешь так снимаешь забыв об усталости обо всем с камерой с такой тяжелой из каждого кустика можно увидеть твою голову иногда то есть вот эта энергия вся тебя берется откуда так вот ну мне вот говорят ты не читаешь вечерние молитвы а я если включаю себе не мое кино я смотрю не мое кино и это для меня вечерние молитвы я настраиваюсь и то же самое люди молятся языком а я молюсь с помощью камеры они смотрят своими глазами а я своими глазами посмотрел и все я не не могу получить удовольствие от чего-то если я это не ограничил рамкой какой то что ну это с одной стороны моя проблема с другой стороны это какой-то дар что ты без конца отчетов графируешь и если вот когда я иду и например плохая погода мне нечего снимать я очень тяжело и мне не сразу все болит я вот так вот а когда есть что снимать когда что-то вот ну такое в предыдущем переходе мне было не очень интересно снимать потому что какие-то кадры я уже снимал и уже снимал потому что снимаю потому что я удивляюсь вот там тоже как почувствовал что мне пора все это выключить убрать и помолиться языком либо умом как все люди почему хорошо почему выбран для съемки уже второй год или какой крестный ход именно вот это мероприятие чем она притягает почему именно этот поход ну по моей собственной статистике это самый древний сохранившийся крестных ходов сам многолюбный то есть все остальные там есть какие-то они там прошли сели в машину вот это все да у них многоделанный крестный ход но это совсем я бы не назвал что этот вот крестный ход вот в этом понимании общее национального что здесь вот общий поход который не вот с песнями как вот поход ходим все равно ведь надо как бы чтобы был шаг командир или кто-то предлагает песню мы там все по очереди там чип и дейл поем что угодно вижу у всех был один темп одно дыхание конечно иногда мы даем там всего временно просто на ходьбу и когда дождь там уже не для веселья вот так вот когда выходили по ходу мы постоянно что-то пели все подряд вот а здесь такое ощущение что да что здесь есть люди которые поют как бы молитвы но у них такая это просто строевая песня такая лучше бы они пели песни просто про солнышко или пара травку чем обращались к святой троице или к благородице но я вообще не знаю может быть хорошо в общем я не хочу никого обсуждать на самом деле но но молитву это та вот самая песня которая помогает ходить ну конечно в идеале она вот внутренняя какая-то потому что когда начинается внутреннюю внешне уже неровно замолкает очень получается и получается ты знаешь да у тебя душа вся обветренная такая вся какая-то ты уже не можешь ты уже боишься что-то как бы выронить из себя дыхнуть хочешь находиться в божьих руках не хочешь потерять ощущение эти руки всегда нас держит но мы чувствуем крайне редко и у меня жизнь такая что в армии я постоянно был вот таких вот экстремальных условиях что чувствовал его очень часто последнее время только в какие-то вот ужасные переломные моменты жизни и вот великий крестный ход на великой реки хорошо спасибо пожалуйста ты устала и почувствовал стать нелегко